Это, собственно, Вассага против Тургута, третий день Руба БЛ и так называемые Саламандры, то есть это Дарки против Нурглей. Сможет ли команда с названием Победа прийти к победе? Или не сможет? Ну давайте, алло, эй, игра. Всё, спасибо. Игра почему-то очень долго стартует. Итак, Нурглиты выигрывают монетку. Конечно не то, ты что. Здравствуй, Маркс. Здравствуй, Рейн. Маг точно кого-нибудь поджарит? Итак, это маг на самом деле. Это очередной веселый баг, который выглядит как маг. Точнее, который является магом. Здравствуй, Лиссара. Здравствуй, Эншент Флейм. Нет, конечно же, я не за Нурглитов болею, я болею за травмы. Чем больше травм, тем лучше. За Нурглитов болеют вместо меня болельщики. Собственно, вот мы их можем видеть. Стэворовский маг. Да я вроде пока магию не практикую. Так в дождь молния ещё лучше должна работать. Меньше маны тратится на касс молнии. Осталось только её правильно вести. Так, дайте, по навыкам пробежимся. Есть блоджер. И куча нулевых ребят. Просто куча нулевых ребят. И это... Не-не-не. Мой маг сразу с черепом бьёт. Так что немножко другое. Напоминаю, вот это, это маг. Здравствуй, Ангола. Да, игра двух легенд. Я тоже не... И, кстати, смотрите, как шикарно начинается игра с квадра черепов. Вот как так, а? Как так? Почему тренер не смог предусмотреть квадра черепа и не сделал три куба у этого игрока? В роторов надо делать три игрока первым ходом. И, кстати, пятый череп, по сути. Ход начался с единички. Я надеюсь, это был не блиц. Вот это был не блиц, хорошо. Кстати, какахин-то, смотрите. Гардбрэктапл. Не. Вичка говорит, да пошёл ты, козлина. Вонючий. И при этом это не оскорбление. А линейка огребает. Ну, линейке нормально. Она привыкла. Козлит и хаоситы лезут в некий контакт. После матча в пост. Ну, посмотрим, янг. Я надеюсь, мы достаточно быстро догоним основу. Бам. Удар. Додж. Всё правильно. Вот это странный апп, на самом деле. Это либо кто-то готовился сразу с башерами драться без блока, либо я не понимаю, почему именно когти. Здравствуй, Колян. Прикольный матч. Я думал, вот после второго хода, когда у тебя отвалился обервальд, я думал, всё, это хана. Как бы поиграно. Нормально, доджи работают. Чё там, 3 плюс, 2 плюс, да? Да. А, ещё рерольчик. Пригодился додж на блицере. Не стоит забывать, что сейчас идёт дождь, и достаточно какого-нибудь ауры, плюс контакта. Ну, ты не выиграл. Ну, почти выиграл. Ну, на самом деле, там Арчи что-то местами какую-то ерунду делал. 1-1 заруинило. Ну, 1-1 бывает. Ну, это 3 плюс, как бы. 1-2 это вообще ничего не заруинило. А, тебе заруинило. Там было, да, такое. Так кукуруза должна говориться. Зингол, а не рис. Чтобы по-настоящему насладиться этим матчем. БД, хорошо. БД устраивает. На, те с ноги. Окей. Девочка прилегла. Бан в коля. Не, коля нормальный парень. Он молодец. Пруль ещё тот. Я бы ему даже прем дал. Но, но не дам. В чём кукуруза? Да не, нормально. Надо же это, попкорн делать. Ну, пока что он не проигрывает. Пока что он уверенно несёт мяч куда-то вперёд. В этот. В вонь. Непредкорректный пруд. Пруль, наверное. Наверное. Так. А ДБД не устраивает. Надо рерольчик потратить. Это последний рерол у дарков. Это очень плохо, кстати. Один рерол у дарков. Говорит о том, что дарки как-то подходят к краю. Зато даджи прекрасно работают на 3+. Кстати, уже неплохо стоит. Для того, что можно вот с этой клетки выбросить мяч. Доброго позднего вечера, комедиант. И тебе здравствуйте. Главное, здесь контакта нет. Соответственно, всё хорошо. Какахин всех целует. Я бы не хотел быть поцелованным какахином. Фу, это какая. И здесь, кстати, уже достаточно эльфов для экрана, если что. Эльфов уже. Ультра имперец. Ухо имперец. Или длинный имперец, я не знаю. Звери умненькие. Зверь хороший. Всех поцеловал. Остров. Ультуан. Типа, афро-ультуанец или эльф-ультуанец? Расскажи. А, да-да-да. Да, есть там. Нет, там ни у кого два уха. Там режут всех, у кого не три уха. Понимаешь? Если у тебя больше или меньше ушей, я тоже режу. Star Control игра называется. А он меня целует и говорит, что любит. Тентакли обнимает. Что там? К сердцу прижимает. Так, что ли? Ты про это? Так, шестерочка. Хорошо. Бам. Окей. Теперь. Додж. Нет. Лечу я лучше. Так что все нормально. Господи. А я мучаюсь от боли. Что там? С седьмой, да с бронёю, да? Так что ли? Или с четвёртой гиллой мучаюсь от боли. Хе-хе-хе. Так, и опять не отпустил. Блин, какой же он клёвый. Он держит всех, кто пытается от него доджить. Не, в оригинале я понимаю, но как бы. Оригинал вспоминать это неинтересно. Вичку не держал. Ну, Вичку ладно. Одну можно. Она слишком секси была. Пока что это похоже на вкладка пас, но... Это надо вот это... О, смотрите. В мячик нашли кубы. Бам. Кстати, на двух ГФ и нашёл кубы в мяч. И мне кажется... Мне кажется, что-то тут идёт не по плану на самом деле. Причём не по плану Тургута, по-моему, тут идёт что-то. Сейчас посмотрим. Встал. Удар здесь. Да. Потому что он не смог удержать её в своих тентаклях. Ну, ладно. Спишем это на дождь в крайнем случае. Она стала слишком скользкой. Хорошо отодвинул. Прекрасно. Теперь надо подобрать мяч. Притащить его сюда. Нет? Нет, смотрите. Эльфы бэкаются. Ретрит. Дождь не даёт подобрать земли. Блин, дождь хемрям меньше мешает, чем эльфам подбирать мячи. Дождь успешный. Да, вот в ББ-1 письки были у ВИЧ-ек значительно больше. Согласен, мем. И этих не пустил. Блин, как... Мне кажется, каждый нургли должен мечтать о таком... Это... Как ахине. Да, рероллы покинули. Ваши рероллы сожрал долгоносик. Сейчас посмотрим, кто там что перестаёт фейлить. У меня обычно... И рероллов нету, и фейлы продолжаются. Как-то вот так у меня команда работала. Почему здесь? Ну, блин, ну встань ты вот сюда. Боишься, что вытолкнут? Да похрену. Ну, другой вориера можно было сюда поставить. Что происходит? Здесь аура. Окей, здесь что? Здесь ничего. Почему... Почему... Почему вориера не сюда? Вот это зря. Это было сейчас опасно. Ну, ладно. Что ни похрену. Не знаю. Сюда можно было как минимум вориера поставить, чтобы вот этого не было. Смотри. Шлёп. Ты понял, да? Можно было 1D сделать. Два раза 1D. Минус козёл. Что ж, на поле их сравнялось. Правда, линейка менее важна, чем козёл. Минус мув, минус мув. Это... Не понял. А, у неё сейчас четвёртый станет. Окей. Парни обе ноги сломали. Я просто смотрю, что пят до сих пор. Оп. Терновер. Ты-ды-ни-ни. По-моему, вот этот парень на 3 плюс может ворваться, не? Или мне кажется? Да, он на 3 плюс может ворваться. Вичку, смотрите-ка. Нам было шеврончик делать? Можно было шеврончик делать. Вот здесь странный момент. А подсказчик будет вот здесь? Я, например, не против вытолкнуть линейку сразу в ад. И подержать ещё одну линейку. А вот на 4 плюс я бы её не стал трогать. Бам, хорошо. Ну, кстати, этот матч выглядит как-то посерьёзнее, чем прошлый. Или позапрошлый. Какой мы смотрели? Там труд с кем-то играл. Там блок есть. Блок работает. Хорошо. Лучший навык в игре. Всё-таки он трогает, да, за все места. Ещё и реролить пытался. Вот смотрите. Зачем ты это делаешь, друг? Без подсказки вообще. Зачем вообще это надо было делать, если подсказки нету? Блин, он в прошлый матч так же играл. Он на 4 плюс просто всю игру пытался его двигать. Бам. Ну, ладно. Три хода, три переброса, я согласен. Но, блин. Зачем вообще на 4 плюс активировать и отдавать линейку? Ой, сейчас бы дабл-единицы могли бы такой фейл сделать. Всей эльфийской жизнью. Всё хорошо. Экранчик есть. В козлу вмажет. Ну, а те со стрелки? Шестёрочка. Хорошо. Не очень хорошо. А был бы МБ? Пробил бы. Да, вот я тоже не понял, почему он на ругле там стал бить линейку. Как бы у Ассако сироп последний ход и шансов-то особо что-либо с ним... Опять перебрасывает. Рили ступят. Перебросил тройку на единицу. Нормально. Да, блин. Да, прулища-то у вас. Ну и всё. Все эльфы бросили опекать и решили свалить. И правильно сделали. Сейчас через Блиц уходит просто через Козла. Смотрите. Оп. Нашёл всё-таки... Не стрелки. И всё. 2 плюс. До свидания. До свидания. Кривой Блиц. Скорее проталкивание было. Какое-то не очень. Подожди. Не, нифига. Нифига. Если ты толкал влево, то если ты не валил на вторых кубах чувака, то у тебя 3 плюс додж становился вместо 2 плюс. Поэтому наверх выгоднее. А тут ты максимум просто себе гфи добавляешь. Максимум. То есть даже если бы он сейчас не валил, он бы просто дожился вниз и заносил с гфишкой. Всё. Ну, зумягу фрилатом там заносил, по-моему. Или даже с одним. Хая. Спасибо за фоллов. Да, маникус. Как мяч отлетает. Как мяч улетает шикарно. Дабл черепа такой. На, держите. Дабл черепа тоже. И Нурглит такой. Нет, сам держи свои дабл черепа. Кстати, камень-то неплохо пролетел. То есть и парень на поле остался. Всё хорошо. Единственное, сейчас у эльфов минус. То, что они в минус одного играют. В остальном всё прекрасно. Ой, я надеюсь, это не будет фол. Я надеюсь, это не будет фол. Это пробой. Просто пробой. И если это удаляют, то это вообще бред. Не удалили. Ты же смотри. Ну что, смотрим на колокола. Поднимется, не поднимется. Пас. А почему я этим пас? В лоб мячом. Держи, козлина. Вот тебе мяч. На самом деле, даже не в лоб. Он в боге его бросил. Минус один. Колокол поднялся. Всё прекрасно. Вольф пока всё хорошо. За исключением того, что... Минус один. Который достаточно серьёзно травмирован. Но аптека на месте. Маг на месте. Это самое главное вообще. А то, что маг до сих пор есть в Альфу. Правда, он... Правда, он странный маг. Как бы он насмерть не убил кого-нибудь. Как бы он кого-нибудь не убил насмерть. Та-та-та-та-та-та-ра. Высокий удар. Хорошо. Хай-кик от неплохо. Вниз кидай. Вниз кидай. Хватит друг с другом играть. Тач-лэк? Хорошо. Почему этот козел? Хорошо. Ладно. Почему не вот этот козел? Он и левелапница, и у него уже есть блок. Зачем таскать нулевым козлом, который даже не левелапница, если ты занесешь? Я, наверное, что-то не понимаю. И этого надо ударить. Какахином в три куба бить в конце. Почему сюда удар? Почему не какахином в три куба удар? Почему не вот эти? Не, я предпочитаю понимать... Предпочитаю... Как это? Думать, что это я просто в игре не понимаю что-то. О, блиц, да. Какахина. Чтобы потом эльфы его избили. Команда же победа называется. Значит, человек на победу играет. Все логично. Сейчас какахином по шапке настучат, смотрите. А хотя нет, тут... Тут избрали другую тактику. Ну, защита в два столбика с половинкой. На тебе в спину. Нет, вы видели? Видели, как он ее в спину толкнул? Что, по-моему, придумать? Вот эти двое встают. Здесь встает парень. У тебя один Д есть. Хобана. Еще минус линеечка. Кстати, странно видели? Был не плюсик нарисован, а оглушение. Комедиант, я к тому же и говорю, что я просто в игре, наверное, не понимаю что-то. Маг на дамаг в пятерых. Можно. Еще и в мяч. Смотри. Смотри, вот здесь будет полная клетка и прилетит фаербол. Прилетит фаербольщик с голубым вертолетом, блин. И бесплатно поджарит козлов. Это было так очевидно. А я играю в свой блатбольщик. Хе-хе-хе. Бам. Так, помарчили. Хорошо. Ладно. Дальше что? Что вот этот друг будет делать? Додж. Благо есть авторирол. А. Да, авторирол есть. Хорошо. А почему ты так встал? Объясни мне, пожалуйста. Смотри. Поднимаешь вот этого парня. А зачем? Зачем надо было лишнего смертника сюда подводить? Я не понимаю. Поднял бы этого парня и его все равно поднимать. Блицом с этого края просто вытолкнул и все. Ой. Это не те кубы. Это еще какахи нам были дабл черепа, кстати. Здесь не уронил. А он никуда не пойдет. Ха. Что ты на это скажешь, Илон Маск? И толкал почему-то не сюда, чтобы на горде все эти ребята повисли, а толкал сюда, чтобы можно было вернуться и 1д найти в мяч. Ладно, 1д здесь сложно найти, потому что какахин здесь стоит. Окей. Вот и 1д на какахина, и 1д в мяч с даджа. Нет. Это не те кубы, которые мы ищем. Ну и все. Вот тебе 1д в мяч, пожалуйста. Получите, распишитесь. Вообще не шарю донба. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Но это же интересней. Стрелочка здесь. Хорошо, ходи череп. Ну все. Помарчено. Что кем? Кем 1д? Вот. Сюда же специальную вичку поставил, чтобы снять вот эти ассисты. Ну, грубо говоря, вот этот ассист на самом деле. Тит-20. Теперь? Теперь надо... Как это? Изрыгнуть из себя вот это вот, друг. Почему? Нет. Ладно. Окей. Я понимаю, что это единичка, и он бы в любом случае не завелся. Объясните мне другое. Почему никто сюда не подошел? Почему вот этого парня толкают вправо, а не влево? А, он его тренирует работать без подсказки. Я понял, да-да-да. Обучение. Нейросети. Нейронургли. И... А. Ну, окей, так можно. Оп, оп, оп. Отлично, 1д. Если будешь вот так же играть, ты всех напыришь, Донбар. Ну, кстати, да. Мага надо убрать. Он двоих поджарил и успокоился. Ну, в этом и была основная ошибка по-любому, потому что нельзя фаербол в дождь использовать. Ладно, я уже с 2200 орками сыграл и 1700 черфами нулевой командой. Вот, кстати, самый большой ошибок, который можно совершить, это встать здесь. Ладно. И кинуть единицу на ГФИ тоже ошибка, согласен. Потому что этот парень тебя ударит, подойдет к Акахину и Кахахин на 2 плюс заведется. Вот, опоссум, есть такое подозрение. Абсолютно согласен. О, завелся на 2 плюс, смотрите. Что-то в игре пошло не так. Кахахин на 2 плюс, а не на 4 плюс решил заводиться. Туда его. Блиц в этого будет. Если Блиц будет не с этой клетки, такой... А, Блиц уже был. Окей. Это мисклик. Да, возможно, кстати. Слушай. Когда у него все хорошо, Вербер. Никто не горит, когда у него все хорошо. Хотя нет, знаю я пару человек, которые горят даже, когда все плохо. Даже когда все хорошо, все равно горят. Типа, недостаточно хорошо. Маловато будет. Маловато. Либо на башь играет. Оп, оп. На тебе в спину. С пробойчиком. Получил. Получил. То-то септенарий. Нормально. Не такое. Ну, хотя бы кучу единиц не кинул. Не уйдешь. От какахина никто не уходил. Какахин такой же добрый. Как этот? Как его? Из ментов-то. Добряк. По крайней мере, нормально используется вот этот блиц и передвижение меча. Но я до сих пор не понимаю, почему его несет нулевой козел. А блок отсюда, а потом этими ребятами просто перейти, не? Дукалис, наверное. Да, да, да. Дукалис, Дукалис, да. Какахин такой же добрый, как Дукалис. Смотри. Оп. БД. Нормально. На тебе. Почему не этим ударом? Я не понимаю. Смотри. Они обнялись до такой степени, что у них кончились силы, и они упали. Обессиленные, потные. После пяти минут обнимашек. Удар здесь. А, нормально. Можно снизу заглянуть. Добрый день. А не подскажете, как пройти в библиотеку? Правильно, пошел вон, без регена. Единичка на реген. Ты бы еще поймал, был бы вообще... Вы еще поймайте. Не, не поймали. Поднять какахину здесь можно ударить. Ну, две таклозоны и дождь, это все-таки жарновато. Даже для эльфа. Даже для наглого эльфа. Ничего не было. О, W-1. Прекрасное начало хода, я считаю. До свидания. Спокойной ночи. Ну, все, сейчас этого парня запинают. Заберут мяч и унесут. Возможно, даже забьют. Кстати, есть шансы. Может быть, и поднял бы, как бы. Но, понимаешь, это эльфы. Эльфы не могут то, что могут универсалы. И уж тем более не могут то, что могут Хемри. Колян, ты не шаришь в игре. Вот. Васака тоже подхидывает, дабы, единицы. Еще одна травма и без... А, ну да, точно нет регена. С попойной ночи. Это МВП, кстати. Это МВП. Кто у нас там? Надо запомнить гения нашего. Запоздалый. Ну ты ж подпродуля, ну и что? Сейчас еще фолы пойдут, смотри. Фол последней надежды. Раз. А зачем кто пополз с ГФИшками, если все равно не... А, нет, да, просто смотрите. Я думаю, в принципе, не доползает. В любом случае, тебе не заносит. У него нет столько мула. Отсюда только Гаттер мог бы занести. Ну и кетчер, наверное, эльфийский. Вудовский. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да. Хотя нет, даже просто кетчер бы мог занести. Твой... Получи, козлина. Киток, харн. Мне кажется, мува не хватит, чтобы здесь выстроиться. Хотя один сюда, один сюда. Раз, два. Он вставал, что ли? Пам-пам-пам-пам-пам. Мистер Сэндмен. Брин ми эбол. Ну да. Угу, угу. Конечно. Стандартная эльфийская игра в мяч. Двадцать. Ладно, не тот парень апнулся. Но он апнулся. Теперь два Нургл Ворьера апнулось. Здесь линейка... Да, это линейка пытается апнуться. Семь на восемь. Васага больше армор пробил, чем ему эти Нурглиты. При этом Васага бил меньше. Сделал больше пробоев. Вы поняли, да? На двадцать процентов он меньше бил. На двадцать пять. Двенадцать на девять. Такая вот игра получилась.